Библейский портал экзегет.ру представляет Свидетель Афанасий Великий писал о Псалтире в послании Маркелиану об истолковании псалмов. Я думаю, что в словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая. Все состояния души, все движения мысли, так что в человеке нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать покаяние и исповедь? Угнетают ли тебя скорбь и искушение? Гонят ли тебя или строят против тебя козни? Уныние ли овладевает тобою? Или, видя себя счастливым, а врага униженным, желаешь принести Господу благодарность и хвалу? Все могут найти себе наставления все и все в божественных псалмах. Пусть читают слова их о каждом из этих состояний, и всякий человек будет возносить их Господу, как будто бы именно о нем они были написаны. Вот такое наставление дает Афанасий Великий. Среди комментаторов псалтыри мы имеем и Афанасия Великого, и Ефимия Зигабена, и Иоанна Златоуста, и Блаженного Августина, и Блаженного Иеронима. Почти все известные отцы церкви так или иначе они обращались к этой книге псалмов царя Давида. Псалтырь – это богослужебная книга и Ветхозаветной церкви, и Новозаветной церкви. Порядок чтения псалмов обозначался Давидом, перечисляются инструменты, на которых исполнялись некоторые псалмы, называются имена авторов некоторых псалмов. Например, среди авторов псалмов мы находим по преданию Адама, первого человека, Мелхаседека, царя Салима, Авраама, Моисея, Давида, Соломона, Асафа, три сына Корея. И перечисляется огромное количество разных инструментов. В свою очередь, эта книга состоит из десяти разновидностей гимнов. Победный, мелодичный, гимн, песнь, прославление, молитвенный, благословляющий, благодарение гимн, гимн словословящий и гимн большого прославления. Их десять по числу десяти человек, которые их сочинили, имена которых я уже передал. Давид считается не только автором многих псалмов, но Давид считается также составителем псалтыри, которая в еврейской традиции называется «Сефер тегелим», то есть книга восхваления. Хотя в псалтыри есть покаянные псалмы, но большинство псалмов – это слова восхваления Бога, потому что Бог заповедал в книге «Второзаконие», если кто будет исполнять Его закон без радости и веселья, то та душа истребится из народа. И как мы уже об этом говорили, самое древнее псалтыри деления было на пять книг. Самое древнее псалтыри деления было на пять книг по числу книг пятикнижей Моисея. И в самых древних свитках мы находим это деление на пять книг. Это связано с тем, что закон имеет тоже пять книг, но нельзя соблюдать закон без радости и веселья. Таким образом, псалтырь, она одаровала закону форму радости и веселья в исполнении заповедей, без чего угодить Богу совершенно невозможно. Ибо кто исполняет заповедь без радости и веселья, сказано в книге «Второзаконие», «Та душа, она истребится из народа, и такой человек будет как бы сброшен со своей земли, как бы земля сбросит его с себя, и он покинет ее и окажется на чужбине». А в христианской традиции уныние – это смертный грех, потому что Господь и апостолы заповедовали нам радоваться. И радость – это именно то, что нам открывает псалтырь с первого до последнего псалма, потому что радость наполняет даже покаянные псалмы, потому что в них содержится тема прощения. Итак, псалтырь, первый псалом, начинается словами «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Богословы с древних времен спорили, что это за муж, который блажен, потому что здесь стоит приставка «ха», «иш» – это муж, и вот приставка «ха-иш», приставка «ха» означает, что имеется в виду конкретный человек. В то же время в Писании сказано «Никто не благ, как только один Бог». И есть как бы два ответа. Один ответ – это сам Давид, который был блаженным человеком, потому что божественное блаженство, оно почаёт на тех людях, которые пребывают в изучении закона Божия. Но Давид был иконой или прообразом Христа Спасителя. Таким образом, блажен муж – это и Христос. Это и Христос – Спаситель. Поэтому традиция относит 1 Псалом и ко Христу, и к Давиду, который был пророком и царём, и к любому благочестивому человеку, который следует правилу. Блажен муж – прочитали мы, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Мы уже обратили внимание на то, что это три положения человеческого тела. Не ходит, не стоит, не сидит. И блаженный Ироним пишет в целом о Псалтыре и о Первом Псалме. Псалтырь – словно величественный дворец, у которого есть только один ключ – к главному входу. Внутрь дворца, однако, каждая отдельная палата имеет собственный ключ, даже при том, что великий ключ к главному входу – это Дух Святой. Каждая комната без исключения имеет свой меньший ключ. Если кто-нибудь случайно перепутает ключи, выбросит их и затем пожелает открыть одну из комнат, он не сможет это сделать, пока не найдет правильный ключ. Подобно тому, и каждый Псалом подобен отдельной обители, каждый с надлежащим ему ключом. Главный вход в дворец Псалтыре – это Первый Псалом, начинающийся со слов «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». В одном этом действии заключаются два остальных действия. «Если он не ходит на совет нечестивых, то он не стоит с ними». Он же не ходит? Значит, не стоит с ними рядом и тем более не сидит с ними. То есть первое действие, оно предполагается таким, что он не двигается в сторону к этим людям, чтобы не стоять с ними рядом, не стоять с ними заодно и не сидеть с ними. Сидеть – имеется в виду участвовать в их каком-то злокозненном совете. И здесь еврейское слово «мацехек», которое может означать сразу три вещи. это какие-то развратные дела, это идолопоклонство, и это замысел погубить кого-то, убить. на самом деле в каждом из этих преступлений заключены два других. Тот человек, который склоняет на блуд другого человека, он убивает его репутацию. Кроме этого, он превращает для него распутство как бы в некое божество, которое тиранит человека, которое преследует человека. Не случайно, что в античном мире, где разврат был легализован, культ Венеры и Аполлона, эти два культа, они очень доминировали. И, естественно, это разрушение собственного тела, блуд. Потому что сказано всякий грех, который творит человек, он творится вне его тела. А блудник грешит против собственного тела. И наоборот, точно так же. То есть в каждом действии который подразумевается под словом мацехек, мы находим два других действия. А в контексте Библии это идолопоклонство, это сексуальные какие-то действия, и это смертоубийство. Совет нечестивых – это, конечно, Синедрион, который приговорил к смерти Христа. они совмещались и на убийство, как бы погубить его. И когда мы будем смотреть с христологической точки зрения на этот Псалом, мы это увидим. Афанасий Великий пишет, «Блаженными же называют тех, которые не ходили на совет нечестивых, не стояли на пути грешных и не сидели на седалище губителей. Ибо у иудеев три рода людей восстали против Спасителя – книжники, фарисеи и законники. Они справедливо названы нечестивыми, грешными и губителями, а путем наименована жизнь, потому что рождаемых приводит к концу. Блажен муж и жениидит на совет нечестивых. Советом же нечестивых можно назвать собрание и сходбище людей лукавых и поелико вредно вступать в сношение с борющими нечестивых, то псалмопевец ублажает того, кто ни в чем не сходится с ними. Таков был Иосиф Аримафейский, предавший погребению тело Господа и Бога, ибо сказано о нем, что небе пристал совету, то есть не присоединился к собранию Синедриона, предавших Иисуса. Об этом сказано в Евангелии от Луки 23, 51. И мы ублажаем Иосифа Аримафейского за то, что он отдал свою гробницу для погребения учителя. И на седалище губители не сидя, под седалищем разумеет учение, по сказанному на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Матфея 23, 2. Посему седалище губителей есть учение лукавых. Вот такое объяснение дает Афанасий Великий с христологической точки зрения, но нам важно это оценить и с практической точки зрения, потому что Слово Господне есть Господне руководство к действию. Мы не можем сказать о себе, что мы блажены, но путь блаженства это не ходить на совет нечестивых, то есть уклоняться от коллективных политических грехов наших современников. Сейчас многие очарованы коллективными политическими прожектами и они всячески склоняют людей на разные авантюры. и путь блаженства не стоять на пути грешных, то есть не стоять с ними заодно. Сюда можно отнести какой-нибудь Майдан, где люди стоят, или какую-нибудь правительственную демонстрацию, да все что угодно. Мы не знаем подлинных задач, целей, какие ставятся во время таких стояний в разных странах разными правителями. Поэтому мы не ходим на такие сборища, мы удаляемся от таких манифестаций, тем более сидеть в их собрании, то есть принимать участие, там голосовать, там избирать кого-то. конечно мы можем выполнить гражданский долг, там мэра избрать, человека, который представляет наш город, но например голосование по партийным спискам это очень непонятное явление. Всех партийных людей в России меньше 5% от всего населения России. вы много партийных знаете? Я вот ни одного не знаю, среди моих знакомых нет. То есть меньше 5% населения, а они баллотируются в Думу, значит интересы 95% там никто не представляет. а там вот эти партии, а любая партия это мировоззренческая секта в той или иной степени. И человек, христианин может оказаться в какой-то такой партии и совесть ему будет говорить надо голосовать так, а ему говорят нет, есть партийная дисциплина, голосуй так, как тебе скажет. И получается, что интересы простых людей не представлены. А как было на Руси? На Руси было сословное представительство на земских соборах и земское представительство, то есть были представители от городов, от земель и от сословий. Это реальные люди. А мировоззренческая секта это заведомое меньшинство, которое каким-то образом захватило власть. В Писании сказано «Не надейся на князя, на сына человеческого, ибо в нем нет спасения, и мы свою надежду возлагаем на Господа, но когда мы видим социальную несправедливость, мы можем возвысить свой голос, ибо сказано у порока Исаия «Вступайся за вдову, защищай сироту». Но мы представляем интересы земские, городские, сельские, деревенские и сословные. Поэтому когда были земские соборы на Руси, там и крестьяне сидели, и бояре сидели, и духовенство сидело, и казаки сидели, и старинцы сидели, и все сообща решали, как жить в стране. А в английском парламенте до сих пор сидят только лорды. По наследству получают эту должность. Поэтому у нас свой путь, мы должны его как бы все время восстанавливать, как сказано, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему. И следующие слова. «Но в законе Господа воли Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Эти слова, они могут быть отнесены к Спасителю, который был воплощенным Словом Божиим, сказанное «Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины». Но также они относятся к Давиду. Известно, что Давид это был человек, который размышлял о заповеди Бога день и ночь. Он воспевал закон. Он пишет «Заповеди твои слаще сотомед». Представьте себе, какой-нибудь уголовник напишет поэму, посвященную уголовному кодексу. Ведь закон Божий обвиняет нас. Но этот уголовник вдруг поймет, что в этом законе порядок и даже наказание по отношению к нему – это тоже торжество порядка. А если он проистекает от Бога, такой закон, то он есть святыня. Сохранилось предание, что Давид день и ночь изучал закон. Он даже если не читал книгу, он обдумывал последний абзац и свитка, который он читал. И смерть, которая пришла за ним, чтобы забрать его, она никак не могла найти такой момент, когда он не думает о законе Божьем. А вот так оборвать человека, который рассуждает о законе Божьем, смерть не может. Смерть – это ангел. Ангел смерти, он так и описан. Он трепещет перед законом Божиим. И ангел смерти стал искать момент, чтобы отвлечь царя Давида от рассуждения о законе. И тогда он начал хлюпать водою. Давид отвлекся, и только тогда смерть смогла нежно забрать его душу из тела. Почему? Потому что в исполнении закона жизнь. А закон учит нас не только тому, что не надо убивать, прелюбодействовать, надо почитать отца и мать. Закон учит нас изучать закон, обучать закону детей. Если человек читает заповеди, он исполняет закон. и никто, ни ангел, ни демон не имеет права его остановить. Поэтому в этом жизнь наша. Христос есть воплощенный закон, слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И когда мы переживаем прощение во Христе, прощение во Христе, в таинстве исповеди, это состояние праведности. Как блаженный Августин пишет, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. А когда мы причащаемся телой крови Иисуса Христа, то это есть состояние святости, ибо, как Павел пишет, закон свят и заповедь свята, а Христос есть воплощенный закон. Но в законе Господа воли Его и о законе Его размышляет Он день и ночь. В оригинале сказано, а все Его помыслы устремлены к учению Господа, и обучение своем размышляет день и ночь. Как это понять? Это означает, что если ты пребываешь в законе Господа, изучая Его, то через какое-то время этот закон становится твоей нормой понимания жизни. Если в синодальном, но в законе Господа воли Его и о законе Его размышляет Он день и ночь, то дословно, а все Его помыслы устремлены к учению Господа и обучении своем размышляет день и ночь. Вот, например, когда мы читаем молитвы, там, утренние, вечерние молитвы, правила к причастию, вдруг мы себя ловим на том, что мы мыслим фразами из этих молитв. Я однажды иду, а в голове мысль «объедохся, опихся, осмеяхся». Думаю, надо же вот читаешь и уже начинаешь как бы рассуждать в этих категориях. Они как бы всплывают, эти слова. То есть закон становится уже твоим законом. Другое объяснение. Хотя мы все стремимся к одинаковому церковному пониманию закона Божия, но каждому дается свое разумение заповеди. Поэтому мы имеем не один комментарий святых отцов на Писание, а множество комментариев. Потому что каждый имеет свой опыт жизни и когда библейские знания накладываются именно на твой образ жизни, то здесь будут выводы характерные для того образа жизни, который ты ведешь. Но в законе Господа воля его и в законе его размышляет он день и ночь. Афанасий пишет в законе конечно ангельском. Почему он так пишет? Потому что ангелы не спят. День и ночь они прославляют Бога. Так и человек, который входит во вкус и изучает Божьи откровения, особенно евангельское откровение, он не может остановиться, он ложится спать, а какие-то фразы, образы, они в его сознании. Поэтому Афанасий пишет, в законе, конечно, ангельском выражает и неослабную ревность, потому что с нерадением должно поучаться закону Господню и не так, чтобы иногда поучаться, а иногда нет, но всегда и непрестанно надлежит быть прилеплено к словесам Божьим. То есть мы закон изучаем не так, что сегодня изучаем, а завтра не изучаем. это будет не с нерадением, а так, чтобы прилепиться к словесам Божьим. А что значит прилепиться? Прилепиться это соединиться и прилепился муж к жене. Когда муж прилепляется к жене, он ее познает. Познание это еврейское слово даат, которое означает опытное постижение. Так вот, закон можно постигать только опытно, применяя его на практике. Но даже если человек только изучает закон, это уже даат, потому что есть заповедь изучать закон. Если он это делает, это уже опытное постижение. Ибо это выражает, сказав, день и ночь, прекрасная награда за доброе дело, ибо кто упражняется в изучении Божьего закона, тот напоевается его потоками. И Христос учение свое назвал водою, сказав, аж и кто жаждет, да приедет ко мне и пьет. Поучающийся в законе уподоблен древу при водах, всегда цветущему и всегда изобилующему благовременными плодами, ибо подвижники добродетели, хотя плоды трудов своих принесут в будущем, однако же и здесь как бы некими листьями осеняются благой надеждой, и тяжесть трудов прикрывают душевным усложнением, таковой вся успеет, ибо не сделает ничего противного Божьим законам, а кто волю свою сообразует с волей закона, он успеет во всем, и псалмопевец, воспретив сперва все виды порока и показав совершенство божественных законов, потом присовокупил вся елика аши творит. К сожалению, у нас все немножко наоборот, мы не можем найти время для изучения евангельских заповедей и закона Божьего в целом. Мы говорим, мне надо ребенка забрать из детского сада, мне надо там в пенсионный фонд забежать, мне надо в больницу сходить, мне надо это, это, это. И, как правило, мы не успеваем везде. это связано с тем, что мы оставили самое главное, то главное, что может привести в порядок равновесия всю нашу жизнь. Если мы будем выделять время ежедневно для изучения Писания, евангельского откровения по Святым Отцам, то у нас время не отнимется, мы не потеряем время, мы наоборот и управимся с детским садом и пенсионным фонде все решим и со здоровьем. А где это сказано? В Писании. Ищите Царствие Божие и славы Его, а остальное все приложится. А если мы не ищем Царствие Божие и славы Его, то и во всех остальных вещах чисто житейских мы не успеваем, у нас ничего не получается. Григорий Богослов пишет, пометовать о Боге необходимее, нежели дышать. Никто же не забывает дышать. И если можно так выразиться, кроме этого, не должно делать ничего иного. Пометование о Боге дает нам все. И я один из одобряющих слова, который повелевает размышлять день и ночь, вечером и утром, и в полдень, поведать и благословлять Господа во всякое время. Итак, Псалом первый и второй стих Давид призывает день и ночь размышлять над законом. Псалом 54, 18 он призывает вечером, утром и в полдень поведать о законе. И Псалом 33, 2 Давид повелевает благословлять Господа во всякое время. Действительно, как дыхание, которое непрерывно. А если нужно присовокупить и сказанное Моисеем, продолжает Григорий Богослов, то ложась и вставая и идя дорогой. Это в книге Второзаконие 6-7 сказано, что надо думать о законе ложась и вставая и идя дорогой. Что значит ложась? Читать вечерние молитвы. Что значит вставая читать утренние молитвы с членами семьи за столом изучать Писание, идя дорогой, совершая какое-то дело, совершать так, чтобы это было угодно Богу. Потому что закон учит нас не только молитве, не только богомудрию, но и чисто житейским вопросом, как дом строить, как финансовые вопросы решать, как воспитывать детей, как их наказывать, как их поощрять и так далее, и так далее. И вот такой человек, который размышляет о законе день и ночь, который вечером, утром и в полдень проповедует, который благословляет Господу во всякое время, который думает о законе, ложась, вставая, идя дорогой, сидя за столом, сказано, и будет он, как древо, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Дерево, оно существует в пространстве земли своими корнями и в пространстве воздуха ветвями обращено к солнцу, питается, как от грунтовых вод, особенно если при источнике воды растет, и солнечный свет сообщает необходимые вещества для существования этого дерева, то есть питается земным и небесным. Это очень красивый образ. И будет он такой человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Что значит во время свое? Все должно быть свое время. И лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. А где плоды? Плоды чаще относятся к будущей жизни. Это как бы награды. Афанасий Великий пишет, Христос в Боговдухновенном Писании изображается древом исповедания, по-сказанному древо живота есть всем держащимся и я. то есть истина это как жизнь древа для всех, которые держатся истины. Посему псалмопевец говорит, что уверовшие во Христа будут телом Его и же преобразит тело смирения нашего якобы тесему сообразно телу славы Его. Это послание к филиппийцам 3.21. Здесь сказано, что наше тело будет преображено соответственно славному телу Христа. исходящими же вод называет Божественное Писание, в которых повсюду можно найти проповедуемого Христа. Воды символизируют Слово Божие. И чем более мы вникаем в эти воды, тем чище наше сознание. Христос древо жизни, апостолы ветви, кровь и вода из ребра Христова плод и кровь в изображении страдания, а вода в изображении крещения мы знаем, что кровь это евхаристический знак причастия. Словеса листья действительно словеса на ветру шумят, как и слова действием Духа Святаго они начинают шелестеть, доноситься до нашего слуха. «Еще плод свой даст во время свое, под плодом дерева разумей правую веру, за нее будет награда на небесах, под листьями его исполнение заповедей, плод спасаемое, это в будущем, корень крещение земледелатель, кто посадил дерево, отец и лист его не отпадет и вся илика аши творит успеет, потому что дело, совершаемое по Богу, не может быть бесполезно. Время давать зависеть от приемлющего. То есть не будем спешить, время во власти Бога, оно зависит от приемлющего нашу жизнь, когда человек рождается, он уже как бы в объятиях отчих, и когда он покидает мир, он тоже в объятиях отчих. не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Иоанн Золтаус пишет, как прах легко подается порывам ветров и воздымается, так и грешник вращается кругом от всякого искушения. Здесь искушение сравнивается с ветром. ветроучения, злые ветроучения, злые ветра. А Феодорит Кирский очень красиво пишет, подвижники, добродетели, орошаемые божественными словесами, вечно зеленеют и приносят благовременный плод, а нечестивые, попираемые неприязненными духами, уподобляются праху, который удобно туда и сюда носить противными ветрами. То есть, если мы орошаемся водою, то ветер не может поднять нас. А если вода, Слово Божие, нас не касается, ветроучения подули, и прах нашей жизни разметало непонятно куда. поэтому, если хотите, нам не хватает сырости, Слово Божие, чтобы мы как глина, сухая глина ничего не значит, а смоченная, в хороших руках, опытных, она может поменять форму нашей жизни. И далее читаем «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Афанасий Великий пишет «Потому, что не имеют корня, но подобные земному праху, возметаемому ветром, под ветром же разумей грозное Божье вещание, идите от меня проклятый в огонь вечный». Получается, ветер это и страсти, ветер это и злые духи, страшный ветер, который всех приведет в ужасное движение, это и слова Христа «Идите проклятые в огонь вечный». И никто из нечестивых, услышав эти слова, ничего не сможет исправить. Услышавшие глаз сей не постоят, но падут, потому, что они утверждены во Христе, который есть опора и основание верующих. Христос это фундамент, и если мы не утверждены на фундаменте, то любое ветроучение может нас опрокинуть. Если нет сырости слова, сырая, глина, она тяжелая, ее не так просто поднять, а если это просто прах, а вода это символ Слово Божие, ветер сразу все унесет. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Блаженный Августин пишет. Вот Блаженный Августин дает сразу комментарий на весь этот первый псалом, и он абсолютно христологический, то есть он все истолковывает по отношению ко Христу, потому что Христос, как я часто объясняю, это смысл человеческой истории, это вообще проекция для каждого из нас, кем или чем мы должны быть. Иоанн Богослов так и пишет, не знаю, какими будем, знаю только, что будем подобны ему, как он. Блаженный Августин пишет. Блажен муж и женеидит на совет нечестивых, это следует понимать о Господе нашем Иисусе Христе, Муже Господнем. Блажен муж и женеидит на совет нечестивых, не муж земной, тот смотрите, он пишет о Христе, не муж земной, тот, то есть земной муж Адам, последовал совету жены, а ее прежде соблазнил змей на попрание заповедей Божьих, а на пути грешных не ста, то есть Христос не ста на пути грешных, он явился на пути грешных, родившись, как грешники, но не стал на этом пути, ибо мирской соблазн не удержал его, и на седалищи пагубы не сидя, то есть не воскотел царство земного с его гордостью, когда дьявол предлагал ему все царства мира и славу их, а гордость по праву называется седалищем пагубы, потому что нет почти никого, кто был бы свободен от воли к власти и не желал бы человеческой славы. Пагубы это болезнь, что распространяется повсюду, охватывает всех или почти всех. Впрочем, под седалищем пагубы удобнее понимать гибельное учение, слово которого распознается словно злокачественная опухоль. следует обратить внимание на порядок слов «иди, ста, сиди». Человек ушел, когда удалился от Бога, стал, насладившись грехом, сел, когда гордость придавила его. Он не смог бы возвратиться назад, если бы не был освобожден тем, кто не пошел на совет нечестивых, не встал на пути грешных и не воссел на седалище пагубы. То есть, блажен муж и женидие на совет нечестивых – это Христос, который нас ради человека и нашего ради человека являет истинный образ человеческой жизни. Давид как притеча Христа, как икона Христа, потому что Христос потомок Давида по плоти. И первый Псалом таким образом таинственно он предлагает нам три измерения, даже четыре. Измерение жизни Христа, раскрываемый в этом Псалме, измерение жизни Давида, раскрываемый в этом Псалме, измерение человека, который пребывает в законе и в законе Господнем воле Его и измерение жизни человека, который не пребывает в законе, как прах, возметаемый ветром. То есть сразу несколько позиций и вдумчивый читатель этого короткого Псалма понимает, что действительно квинтэссенция всей Псалтири, потому что здесь говорится о самом главном о Христе, здесь является пример благочестивого человека Давида, благословение праведнику, который прилипляется к Слову Божьему, и предостережение для нечестивого, который может оказаться аки яко прах, возметаемый ветром, который не сможет устоять в день суда. Итак, сегодня мы постарались более подробно изучить первый Псалом. Если мы будем живы, Господь позволит, мы будем дальше тоже изучать Псалмы, мы будем изучать не всю Псалтырь, мы будем изучать избранные Псалмы, потому что общий объем Псалтыри это 151 Псалом, я не думаю, что это подъемный труд, но основные Псалмы, избранные Псалмы, особенно те, которые звучат за богослужением, мы постараемся их с вами внимательно изучить и разобрать, и начальные Псалмы, которые в основном на слуху у всех. И спрашиваю ваших молитв на это дело, чтобы, начав его, мы окончили помяни Господи царя Давида и всю кротость его. Спасибо, Господь! !